11.06 в Кире, даже 11.05. Начинается программа «Дневной разворот» в студии Владимира Сметанина. И Светлана Занько, добрый день, приветствуем вас. Сегодня замечательный зимний денёк. Как обычно проходим... Это не очень замечательно. Не очень замечательно, но я имею в виду погоду. Да, как обычно в начале часа говорим о втором части, после 12.05. Будем говорить мы вместе с Зинаидой Зверевой о благотворительной лыжной гонке «Спорт во благо», которая пройдёт уже в ближайшее воскресенье в нашем городе. Это далеко не первый благотворительный забег, который организует организация «Дорогу и добра». Четвёртый, по-моему, уже по счёту. И мы традиционно Зинаиду пригласили к нам в гости для того, чтобы осветить эту тему. Да, ну а в первом части мы хотим всё-таки собрать информацию на нынешний момент, что происходит с авиакомпанией «Саратовские авиалинии», что происходит с самолётами компаний «Саратовские авиалинии» и в России, и в нашем регионе. Мы знаем, что в интернете очень много вопросов по поводу того, что власти Кировской области в том числе должны заявить о том, как будет в дальнейшем продолжаться сотрудничество с этой авиакомпанией. Сотрудничество продолжается на данный момент. Мы хотим понять, как дальше будет продолжаться сотрудничество. А сейчас мы подключаем нашу коллегу, журналист Эхо Москвы в Оренбурге, Ирину Левину, чтобы выяснить, какова ситуация сейчас в Оренбургской области в связи с этой трагедией. Ирина, добрый день. Да, здравствуйте. Добрый день. Приветствуем вас из Кирова. Вы в прямом эфире. Светлана Занькова, Владимир Сметанин. Ну, в первую очередь, мы, конечно же, хотим перенести соболезнования жителям Оренбургской области и города Орска, в частности. Да, спасибо. Действительно, приходит много соболезнований в последнее время с абсолютно разных уголков мира и от разных организаций. И вот сегодня наш губернатор даже благодарил всех, кто откликнулся на эту трагедию. Какая обстановка сейчас в городе? Что происходит? Ну, в Оренбурге все довольно спокойно. Единственное место, куда несут ступы, прямо с того вечера, когда произошла трагедия, это Панда-Пахачкалово, набережная. Вот вчера вечером я там была, там довольно много цветов. Поставили фотографии самолета, поставили списки тех, кто был на этом самолете. Ну, все как-то очень так спокойно, тихо. Пока, я думаю, что это связано с тем, что еще идут какие-то технические вещи, берут творские образцы ДНК у родственников. Ну, вот пока еще не приходят тела погибших, поэтому пока, наверное, все как-то держатся еще. Как власти комментируют сложившуюся ситуацию? В частности, нас интересует взаимоотношение с саратовскими авиалиниями. Сотрудничество продолжится или оно остановлено? Ну, вот я знаю, что сейчас рейс, который летал по направлению Москва-Орск, Орск-Москва, который выполняли саратовские авиалинии, теперь его выполняет авиакомпания «Иж-Авиа». Вчера вечером у них было два таких полета в оба направления. Но, насколько я понимаю, «Иж-Авиа» не на постоянной основе будет выполнять эти рейсы. И, как пишут Оренбургские разные СМИ, правительство Оренбургской области ведет переговоры с работой на авиакомпании «Россия», чтобы именно они взяли на себя обязанность выполнять эти регулярные рейсы. Ну и вообще, в принципе, саратовские авиалинии летали у нас как раз только в Орск, потому что Оренбург с Москвой, с другими городами связывает Россия, аэроход. Ну, есть своя авиакомпания «Оренбургия», но это перелеты по привозному стиральному округу в основном. Почему именно саратовские авиалинии в Орск? Это было связано с ценой на билет или с чем? Я думаю, что это не самое заполняемое направление. Вот мы видим, что рейсом, который разбился, летели 65 пассажиров. Я думаю, что для «Боингов», «Робусов» нужно все-таки больше пассажиров, чтобы было. И когда у нас с авиарынка ушел наш оренбургский перевозчик, оренбургские авиалинии, то, судя по всему, аэрофлот и Россия не захотели занимать это направление, а все-таки пусть небольшому количеству, но, тем не менее, некоторым арчанам требовалось это направление. Поэтому вот нашлась авиакомпания, которая в условиях конкуренции, наверное, на рынке авиаперевозок решила выполнять полеты по этому маршруту. Ну и как раз у них были, судя по всему, подходящие самолеты, «Анфа-48», как раз, чтобы покрывать свои расходы на то, чтобы выполнять эти рейсы вот с такой загрузкой. Думаю, что с этим связано. Какую поддержку, какую помощь сейчас будут получать родственники семьи погибших пассажиров от правительства региона? Да, власти обещают оказать всестороннюю помощь, поддержку. Но вот помимо того, что они все были застрахованы и получат по 2 миллиона рублей от страховой компании, еще по 1 миллион рублей им пообещали выплатить власти Московской области и также по 1 миллион рублей власти Оренбургской области. На этом рейсе были пассажиры, работники некоторых предприятий Орск. Орск вообще такой город, а промышленный, там много разных заводов. И вот видела сообщение, что некоторые предприятия дополнительно еще будут оказывать помощь родственникам тех, кто работали на вот этих вот заводах. Вот я смотрю на... Да, вчера еще был открыт счет, как нам рассказали, в пресс-службе правительства очень много поступало к ним звонков. Люди спрашивали, можно ли куда-то перетислять деньги, какую-то помощь оказывать. И вот вчера правительство решило все-таки открыть этот счет, начать сбор средств. И они решили по однодневному своему заработку туда перевезти. Это члены правительства области, ну и плюс некоторые муниципалитеты в Оренбургской области. А могут ли остальные люди, простые граждане России, воспользоваться этой возможностью, перечислить средства? Он открыт этот счет для пожертвований? Да, этот счет открыт. Реквизиты есть на сайте правительства Оренбургской области. Правда, сразу хочу обратить внимание, что, опять же, некоторые средства массовой информации сообщали о мошенниках. Люди начинают, к сожалению, пользоваться этим поводом, размещают какие-то реквизиты, говорят, что нужна какая-то помощь. Но пока официально из родственников непосредственно никто не сказал, что у них есть какие-то счета, и вот они самостоятельно просят какие-то средства. Поэтому пока я бы все-таки, наверное, рекомендовала обращать внимание только на правительство области и брать реквизиты оттуда, если уж хочется оказать вот такую материальную помощь. Аэропорт Орска в настоящее время в штатном режиме работает? Ну, первый день аэропорт был закрыт для выполнения всех гражданских рейсов. Он принимал только специальный борт, который прилетел из Москвы. Это борт МЧС с криминалистами, с психологами, с медиками. Это вчера получается, да? Да, это было вчера. И вот первый рейс, который вчера аэропорт принял, это был рейс по такому же маршруту, как раз из Москвы в Орск он прилетел, привез хоккейную команду, потому что в Орске есть своя хоккейная команда Южный Урал, и вот их соперников вот этот рейс вчера привез. И забрал пассажиров, соответственно, вот первый вылет тоже был вчера вечером. Как раз авиакомпания «Ижавиа» прилетел самолет Як-40, все прошло благополучно. Ирина, как общественность оценивает оперативность реакции властей Оренбургской области на случившееся? Мы вчера много разговаривали с нашими коллегами, которые работают непосредственно в Орске, которые сразу, как стало известно о том, что какое-то происшествие с самолетом, поехали в аэропорт. Но вот они говорят, что губернатор прилетел туда в течение часа, с того момента, как стало известно, что пропала связь с самолетом. То есть на разговоры с родственниками, с друзьями, кто приехали в аэропорт, власти вышли, получается, еще даже до того времени, когда самолет должен был прилететь в Орск. В принципе, говорят, что все было отработано достаточно оперативно. И бригады скорой помощи дежурили, и психологи, и даже некоторые журналисты говорят, они даже не заметили того момента, когда все службы приехали, то есть как будто бы они сразу там уже и были. Спасибо, Ирина Левина, журналист Эхо Москвы в Оренбурге, была с нами на связи. Но сейчас мы хотим обратиться в Саратов и ждем подключения по телефону Ольги Радиной, главного редактора Эхо Москвы в Саратове. Еще раз давай, Володь, подчеркнем, о том, что реквизиты для пожертвований пострадавшим родственникам погибших в этой авиакатастрофе находятся на сайте правительства Оренбургской области. Оренбургской области, да, это всего два клика находятся. Так, напомним, почему мы, собственно, эту тему-то поднимаем. Разбившийся борт Ан-148, он 10 февраля был в городе, в нашем, в Кирове. Он регулярно выполнал рейс по маршруту Москва-Киров-Киров-Москва. То есть, сами понимаете, да, что это значит. И у нас сегодня будет, в том числе, на связи, мы надеемся, Олег Кочкин, президент компании «Вятка Авиа». Так вот, он 10-го накануне на этом самолете улетел в Москву из Кирова. Да, Ольга Радина с нами на связи, главный редактор Эхо Москвы в Саратове. Оля, добрый день. Алло. Наш редактор. Так, видимо, еще... Есть у нас связи. Нашу коллегу, видимо, там еще приглашают к телефону. Принимайте звонок. 65 пассажиров, напоминаю, было на борту этого разбившегося Ан-148. Шесть членов экипажа. Ну, это вот я смотрю список погибших. Это далеко не только жители города Орска. Там есть в том числе гражданин Швейцарии, был, вернее, гражданин Швейцарии, гражданин Азербайджана. Что, подключаем? Да. Оля, добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, добрый день. Оля, пожалуйста, опиши ситуацию, которая сейчас в Саратове в связи с произошедшим возникла. В Саратове вчера были траурные мероприятия. Люди шли с цветами, цветы с раурными лентами, возлагали цветы около аэропорта. К памятному камень в честь основания аэропорта. Туда несли люди цветы. Выходили сотрудники авиакомпании, говорили какие-то слова теплые в адрес погибших. У нас погибли две стюардессы, молодые девушки и два техника. Комиссы много-много говорили о работе авиакомпании. Знаете, чувствовалось так горечь в словах бывших и нынешних сотрудников авиакомпании. Так изменилось отношение руководства компании к сотрудникам, к полетам. Все отмечали, что на первое место вышло получение прибыли. Не называлось это, конечно, причиной, но за скобками это оставалось. Оля, мы видим, что публикуются в разного рода СМИ информация о том, что авиакомпания Россия, которая принадлежит аэрофлоту, ранее владела рухнувшим самолетом. И она готовила доклады о его состоянии. И в этих статьях пишется, что самолеты Ан-148 регулярно ломались. И эти сведения, собственно говоря, были открытыми. Напомним, что самолеты поступили во владение саратовских авиалиний буквально год назад, насколько я понимаю. В конце 2016 года. Вот этот конкретно упавший самолет, он в Питере. Авиалинии как-то комментируют эту историю? Вот, кстати, отмечу. Вчера для общения со СМИ, с людьми, которые приходили почтить память погибших, не вышло руководство авиакомпании. И все сейчас пресс-релизы, которые идут, они подписаны пресс-службой. И озвучиваются пресс-службой, но никак не руководством и не акционерами компании. Кто является акционерами компании? Напомни нам, пожалуйста. Основной владелец компании – это Аркадий Евстафьев. Ну, вот если вы помните 90-е, да, это вот история, дело «Коробка из-под ксерокса». А есть ли там участие государства, может быть, правительства? Нет. До 1994 года было участие государства, потом произошло акционирование, и сейчас это полностью частная компания. Возвращаясь к твоим словам о том, что бывшие и нынешние сотрудники авиакомпании говорят о том, что в погоне за прибылью руководство перестало уделять должное внимание в том числе персоналу, что они говорили о штате самолетов, об авиапарке? Были ли комментарии в этом отношении? Нет, знаете, нет. Самолеты не обсуждались, потому что, вот вы говорите о поломках, ну, в общем-то, это техника, да, техника имеет свойство каким-то образом там ломаться, выходить из строя, происходили замены. Вот. Я отмечу, что такая авария – это первая трагедия за всю историю авиакомпании. Не было подобных случаев. Были замены бортов, были задержки рейсов, но никак не вот подобные. Судя по тому, что руководство авиакомпании не комментирует пока ничего, мы не знаем отмена рейсов Ан-148, и это полный отказ от эксплуатации этих самолетов. И к чему это может или нет? И к чему может привести вот отказ от пользования Ан-148 компанию вообще? Это большая для нее потеря, убытки, приостановка деятельности? Что это? Это большая потеря, потому что самолеты Ан были приобретены на замену старых Яков. Яков-42, на которых ранее летала авиакомпания. Кроме Ан-Яков, есть в распоряжении компании самолеты Embraer в Бразильске. Но это очень малое количество. И вывод Ан-148 с рейсов, это, конечно, серьезный удар по финансовому положению. А сколько всего-то самолетов в распоряжении компании? Я так понимаю, что несколько десятков. Я не могу сейчас назвать точную цифру. До десятка самолетов каждого. Яки сейчас в основном стоят в ангарах, они готовятся к списанию. Потому что не чинить их негде. Эта компания делала на территории Украины. Потому что старатовский авиазавод, на котором производились яки, он закрыт, как вы знаете, уже давно. Но анны, кстати, тоже с этого года должны были ремонтироваться на территории Украины. На украинском заводе. Потому что Воронежский, если я не ошибаюсь, завод тоже прекратил и ремонт, и производство этих самолетов. Кстати, в сети полно комментариев, отзывов от пассажиров, которые как раз на Яках-42 саратовскими авиалиниями летали и летают. Но там очень много претензий. А в Саратове тоже есть это? Прям вот шум невозможный, грохот какой-то в этих Яках. Просто они в Киров у нас продолжат летать. Да, шумные самолеты, но они летают, не падают. Они считаются, в общем-то, одними из самых надежных. Давайте, коллеги, я еще одну информацию до вас донесу. Просто в Саратове, Саратовская авиалиния, это единственный авиаперевозчик. Есть, кроме него, всего несколько рейсов в день от компании «Аэрофлот». И для нас, конечно, сейчас мы все находимся в подвешенном состоянии, потому что если будет отзыв лицензии УСАРАВИА, авиаперевозки, авиасообщение с Саратовым практически прекратится. Наш аэропорт имеет маленькую взлетную полосу, он может принимать лишь ограниченные типы самолетов. Это вот те же самые «Аны», «Эмбрайер», «Яки». Не все авиакомпании владеют этим авиапарком. И прийти к нам на замену так быстро вряд ли кто-то сможет из авиакомпании. Поэтому мы, конечно, сейчас можем ругаться на нашу авиакомпанию, но она у нас единственная. До момента, когда будет введен в эксплуатацию наш новый аэропорт, он сейчас строится, у нас не будет другого варианта летать в другие города. Спасибо. Спасибо. В общем, такой вопрос жизни и смерти получается для Саратова. Главный редактор «Эхом Москвы» в Саратове. Прервемся на полминуты. Самолет «Ан-148» с братовым номером АРА-61704 разбился в Раменском районе Московской области в воскресенье 11 февраля. В 14.21 минуту он стартовал с аэропорта Домодедово и спустя несколько минут он уже исчез с радаров. Погибли, напоминаем, погиб 71 человек. Да, кстати говоря, что касается этого самолета, то была информация буквально сразу же после трагедии, которую в Фейсбуке распространил один из наших спикеров. И мы делали даже новости по этому поводу. Мы можем его назвать? Да, конечно, пожалуйста. Максим Алиничев, юрист команды 29, который приезжал. Да, буквально недавно был у нас на связи. Он говорил, что он должен был лететь этим бортом. Произошла поломка этого конкретного борта, задержка рейсов и замена. Правда, вот сейчас не подтверждается информация. Это ни одним официальным источником. В частности, аэропорт Победилово, коммерческий отдел, руководитель его Алексей Губин сказал, что это не тот самолет. Да, по нашему запросу он ответил, что это не тот на самом деле самолет. Но и также в Фейсбуке сразу же отреагировал Олег Кочкин, президент компании «Вятка Авиа». Олег Николаевич с нами сейчас на связи. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Олег, вы писали, что вы то ли знали, если я правильно поняла, членов экипажа, то ли вы летали этими авиалиниями. Поясните, пожалуйста. Нет, членов экипажа я не знал. Знаю, что в Пензе эти экипажи постоянно ночуют. Точно там же, где дежурят и наши летчики в поисково-спасательном дежурстве. И наши летчики с ними-то пересекались регулярно. Олег, у нас есть сейчас поступает разнородная информация. В частности, пишут о том, что Анны вообще самолет достаточно молодой, не очень доработанный. И доведение самолета до кондиции проходило уже в процессе эксплуатации. Что вы знаете об этом? Ну, требования Росавиации достаточно строгие. И пока самолет не пройдет полный комплекс испытаний его, ему не выдадут сертификата типа и, естественно, не допустят на пассажирские линии. То есть здесь никакого варианта быть не может. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о ваших ощущениях от полета. 10 февраля вы как раз-таки из Кирова в Москву добирались именно этим бортом. А был обычный полет, никаких отрицательных эмоций. Все работало, экипаж был. Ничего не могу сказать плохого. Все было штатно, на мой взгляд. Единственное, мне показалось, что заход на посадку был в ручном режиме, не в автоматическом. Потому что, ну, это заметно. Что это значит? Олег, что это значит, заход на посадку в вручном управлении, а не в автоматическом режиме? Ну, все современные аэропорты оборудованы средствами механического захода на посадку, когда самолет управляется, в общем-то, электроникой. Либо заход может осуществляться в вручном режиме, в штурвальном, так называемом, режиме, когда лютик сам управляет самолетом на этапе уже захода на посадку. Мне так показалось, что это было в вручном режиме, потому что чуть плавнее обычно автоматика заводит. Но, тем не менее, все было абсолютно в рамках обычных полетов. Ничего плохого сказать не могу. Олег, можете ли вы прокомментировать сведения о том, что пилот накануне вылета отказался от обработки антиобледеняющей жидкостью самолета? Как вообще это происходит? Потому что мне как-то странным это показалось. Зимой вообще можно отказаться от обработки? Противогололета. И это делает просто сам пилот. Нет каких-то общих правил, что зима в России, обязательно обработка. Ну, правила есть. Они устанавливаются именно федеральными авиационными правилами на решение о том, обрабатывать или нет самолет противообледенительной жидкостью, принимает командир. И мне кажется, в процент 90 случаев самолеты именно не обрабатываются, потому что там просто нет нужды. Обрабатываются тогда, когда поверхности либо занесены снегом, то есть лежит снега, либо когда есть изморозь, выпало осадки в виде там ледяного дождя и покрылась ледяной коркой только в этом случае. Но даже зимой это происходит достаточно редко. И еще раз говорю, в абсолютном большинстве случаев самолеты не обрабатываются противообледенительной жидкостью зимой. То есть нельзя, например, сказать, что в целях экономии и времени пребывания в аэропорту пилот мог пойти на то, чтобы там не обрабатывать? Такое невозможно? Ну, логика подсказывает, что такое, наверное, невозможно, но катастрофа в Тюмени или из Ютейра Тюмень-Сургут, там, насколько я помню, 4 года назад, именно по этой причине была катастрофа, что экипаж отказывался от противообледенительной обработки. Но это просто уникальный случай, мне кажется, и вряд ли здесь он повторился. Но вообще о причинах говорить, мне кажется, рано. И опять же, если обратиться к теории авиационных катастроф, у одной катастрофы в среднем бывает 9 причин. Вот, допустим, там 8 лет назад в Перми разбился бойник, там было больше 20 причин по отчету Международного авиационного комитета. А здесь пытаться сейчас сходу найти какую-то одну причину, ну, наверное, это немножко наивно. СМИ пишут, что самолет Ан-148 сильно уступает по надежности эксплуатации ближайшим аналогам российскому ближнемагистральному пассажирскому самолету Сухой Суперджет-100, пассажирскому реактивному узкофюзеляжному Рейджинал-джет Канадр, да, я не знаю, как произносить правильно, да, CRG особенно отстает от Боинга и Аэробуса. У Боинга и Аэробуса налетный инцидент, то есть время эксплуатации без неисправности, в несколько раз больше, чем у Ан-148. Если у Ан-148 где-то 300 часов, то у Боинга почти 3000. Что такое вообще это время эксплуатации без неисправности? Действительно есть такой параметр? Ну, я конкретно этой статистики не видел, не читал, ничего конкретного сказать не могу, но здесь есть другой аспект. Вот у большинства отечественной авиационной техники принцип эксплуатации такой. Самолет не может взлететь с любой, даже с самой мелкой неисправностью. В то же время у Боинга и Аэробусов существует такой документ, который называется МЭВА. Это минимум-эквипмент-лист, это список неисправностей, с которым самолет может эксплуатироваться. И вот, допустим, если в СМИ тут писали, что самолет отстранили от полета, именно по той причине, что у этого самолета, скорее всего, нет этого списка, и любой отказ автоматически означает, что вылет запрещен. А у Боингов и Аэробусов у них достаточно большой перечень отказов, при котором самолет может эксплуатироваться определенное количество часов. И этим компанией, конечно, пользуются. И вот лет 10 назад была в Иркутске катастрофа, когда именно с неисправностью реверсивного устройства одного из двигателей полетел экипаж. Но там был нюанс такой, что количество часов, которым можно летать с неисправностью, уже закончилось, и поэтому просто реверс и лево-право двигатель поменяли местами. И этот МЭЛ снова начал действовать уже для другого двигателя. А экипаж об этом, его, конечно, предупреждали, но в процессе полета он забыл бы включил реверс не того двигателя. Поэтому самолет разогнался и врезался в гаражи. То есть у нас требования к техническому состоянию самолетов, как правило, гораздо выше. И если учитывать простой из-за неисправности, то для наших самолетов он будет больше, потому что у нас запрещено использовать самолеты с неисправностью, в отличие от Boeing и Airbus. Олег Николаевич, еще вопрос. Правительство Кировской области сообщило о том, что сотрудничество региона и саратовских авиалиний, оно продолжится. Вот эти Аны сейчас убраны из парка, и к нам будут летать Як-42 и Embraer 190. Насколько надежны эти машины? Ну, мое мнение, как человек, работающий в авиации, если самолет имеет сертификат летной годности, то он абсолютно надежен. Если есть сертификат, если есть... И ничего не отличается ни от Boeing, ни от Airbus. Напомните еще раз, пожалуйста, как называется организация, которая летный сертификат выдает. Смотри, сертификат типа выдает Международный авиационный комитет, а сертификат летной годности дают Управление Росавиации в регионах. Спасибо. Спасибо. Олег Кочкин, президент компании «Вятка Авиа». Прорвемся на короткую рекламу. И к нам поступил официальный комментарий министра транспорта Кировской области, господина Поршнева. Мы его зачитаем прямо после перерыва. Продолжается программа «Дневной разворот». В Подмосковье разбился пассажирский самолет, который регулярно прилетал, вылетал из Кирова и прилетал в Киров. И мы сейчас... Работал на маршруте Москва-Киров. И мы сейчас приветствуем в нашем эфире Елену Шмулевич, редактор информационно-аналитических программ телеканала РН Киров. Лена, добрый день. Алло. Здравствуйте. Да, добрый день. Лена, я прошу прощения. Я обещала нашим слушателям, что зачитаю сразу после перерыва официальное письмо министра транспорта Кировской области Михаила Николаевича Поршнева. Мы можем его прокомментировать после того, как я его зачитаю. Оставайся, пожалуйста, с нами на связи. Авиакомпания «Саратовские авиалинии» продолжит выполнять рейсы из Кирова. Полеты в настоящее время осуществляются на самолетах Як-42 и Эмбраер-190. Самолеты Ан-148 временно выведены из эксплуатации авиаперевозчиком. Из Кировской области авиакомпании ежедневно совершают рейсы в Москву и дважды в неделю по понедельникам и пятницам в Санкт-Петербург. В связи с тем, что произошла замена самолетов, возможна корректировка расписания. Рекомендую пассажирам уточнять время вылета и прилета в аэропорту. Аэропорт Победилово продолжает сотрудничество с саратовскими авиалиниями. В настоящее время в отношении авиакомпаний проводится проверка, до окончания которой рано делать выводы и принимать серьезные решения. Работа по привлечению в Киров новых авиакомпаний ведется правительством области на системной основе. Мы в любом случае продолжим искать новых авиаперевозчиков для того, чтобы кировчане могли максимально быстро и комфортно добраться, куда им необходимо. Вот так наша региональная власть прокомментировала собственно этот печальный событий. Пожалуйста, теперь твой комментарий. Нет, а какой комментарий? Я считаю, что достаточно профессиональный комментарий. Действительно, до конца проверки делать выводы рано. Если мы говорим о том, что летать опасно в принципе, то каждый делает выводы для себя, да? То есть мы понимаем, что кто-то хочет быстро, и он летит на самолете, кто-то боится и хочет безопасности, едет на поезде. Это выбор каждого. Ну вот мы сейчас, кстати, пообщались с Саратовым, с главным редактором «Эхо Москвы» в этом городе, Ольга Радина. Она сказала, что если саратовские авиалинии вообще с рынка уйдут, если такое случится, то Саратов вообще в плане авиационного сообщения будет отрезан от мира, потому что саратовские авиалинии – это вот такая компания, обладающая ближнемагистральными самолетами, и там особенности еще взлетной полосы у них, она, видимо, короткая, не дает большим бортам приземляться и взлетать. Ну и надо напомнить, что все-таки саратовские авиалинии в Кировской области пришли на смену авиакомпании «Победа», и их рейсы именно позиционировались как рейсы с доступной ценой на билет. Мы об этом говорили не раз в нашем эфире, в том числе и с тобой. Ну, я бы не сказала, что они были прям как доступны, по сравнению с «Победой», конечно, доступных авиакомпаний больше нет, я еще раз говорю, по сравнению. И понятно, что для тех, кто хочет дешево, «Победа» предпочтительнее. Но я хочу сказать, что и в плане, допустим, безопасности чисто технической «Победы» летают «Боингами», почему, собственно говоря, дешево, потому что это большие самолеты, да, и есть разница отправить борт, где 60 человек загрузка, и отправить борт, где 200 человек загрузка. Разница есть. Потому что, насколько я понимаю, приблизительно одинаковые расходы, аэропортовые сборы и так далее, и поэтому эти все дела раскидываются на большее количество пассажиров. Есть момент технической оснащенности «Победы», мы знаем, что это дочка аэрофлота, и самолеты новые, и там, конечно, скажем так, ну и наши сборки, да, и, скажем так, погрешность какая-то техническая, наверное, там ниже, в моем понимании. А когда мы, кстати, говорили с коллегой из Саратова, с Ольгой Радиной, она говорила, что вот ставка была сделана на то, чтобы зарабатывать как можно больше, то есть речь шла о том, чтобы самолет как можно больше в воздухе проводил, да, времени, то есть летал довольно активно. Ну вот, смотрите, вот этот самолет, по нему же есть уже информация конкретно по этому борту, который разбился, он начал свои полеты, по-моему, в 2010 году, и уже к 2011, где-то там через полгода или через год, он летал какое-то рекордное количество часов, там, не помню точную цифру, но это прям был рекорд. Ну то есть хвалиться, на мой взгляд, здесь нечем, потому что, ну, любая жесткая эксплуатация, мы понимаем, что есть разница автомобиль эксплуатировать каждый день до Москвы и обратно, там, из Кирова, или ездить потихонечку в детский садик с ребенком, и потом целый день машина стоит. Да, ну вот есть разница. Есть ресурс у любой техники, поэтому то, что он эксплуатировался столь жестко, может быть, и не очень хорошо. Как ты считаешь, в данной ситуации, вот, когда случилось такое с самолетами Ан-148, представлено на нашем рынке, в Кировском компании «Саратовские авиалинии», наши власти, кроме вот заявления о том, что они продолжают вести переговоры и не прекращают сотрудничество с «Саратовскими авиалиниями», должны ли что-то еще там сделать? Я не знаю, как-то уведомить, уверить жителей, что у нас безопасные полеты, проверки какие-то дополнительные. Или все это в рамках федеральной проверки пройдет, и не надо раздувать пожар? Ну, в моем понимании, конечно, в рамках федеральной проверки, и да, не надо раздувать, потому что кировские власти не обладают техническим потенциалом для проверки или следствия расследования этой аварии, этого крушения, и какими-то социальными техническими экспертизами, которые могли бы какую-то дополнительную информацию привести вдобавок к той, что расследуют федералы. Но в моем понимании, конечно, так и должно быть. Спасибо, Елена Шмулевич, редактор информационно-аналитических программ телеканала РЕН-Киров. Но по некоторым сведениям о самолетах компании «Саравиа», эти конкретные, о которых мы говорим, Ан-148, совершали до шести вылетов в день одним бортом, да? До шести вылетов в день. Они преодолевали, сми написали, за день 5-6 тысяч километров. То есть это такая очень активная эксплуатация, безусловно, воздушного транспорта. Да, то есть это взлеты-посадки, взлеты-посадки, и вот здесь тоже, видимо, будет как-то разбираться и освещаться о достаточности или сверхнагрузки, которые были возложены на эти самолеты. Но тут очень важно дождаться также комментариев руководства компании «Саравиа», которое пока молчит, как нам сказала Оля Радина, главный редактор «Эхо Москвы» в Саратове. У нас на связи Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы, 5-го созыва, предприниматель. Алексей, добрый день. Добрый день. Алексей, да, здравствуйте. Ваша реакция? Да, на случившееся, и может быть сразу такой жесткий вопрос, должны ли мы отказаться от сотрудничества с саратовскими авиалиниями, как это сделали в Орске, чтобы исключить полностью? Вы знаете, да, моя реакция, как у всей страны, это, безусловно, горечь утраты и соболезнования родным и близким, но я не случайно даже у себя в социальных сетях написал некий пост о том, что у нас не только на самолетах, не только в аэропортах вся система госзакупок и обслуживания прогнила. То есть ситуация складывается такая, что за любую мзду, за откаты, за какие-то услуги техника не проверяется, ремонтируется посредственно, постоянно какие-то ремонты, недочеты идут. То есть это все такая целая системная проблема в нашей отрасли и не только в аэропортах. Поэтому вот реакция такая, что тут не сколько с саратовскими авиалиниями связано, сколько вообще в целом со всей этой системой. То есть проблема системная в России. Ты имеешь в виду, что у нас все очень часто подмахивается и решается, это ты написал, что в соседней сауне. Да, да, я об этом как раз и хотел сказать, потому что вот такая складывается ситуация в стране, она нездоровая, она ненормальная. Эту ситуацию надо преодолевать, но она такая, как она есть. И говорить о том, что именно саратовские авиалинии плохие, я бы так не сказал. Но я сам неоднократно, безусловно, летал на самолетах этой компании. Ну и вопросы, конечно, и, скажем так, свежести их авиапарка есть. Если вы помните, когда Победа летала, там было закуплено у этой компании 10 новых Боингов, то у этой компании саратовских авиалиний там очень старые самолеты, относительно старые. Поэтому, ну конечно, безусловно, Победа в этом плане была лучше, новее и понадежнее, как мне кажется. Спасибо, Алексей Кузьмин, депутат Кировской городской думы пятого предыдущего созыва, предприниматель со своим комментарием по поводу этой трагедии. Ну, бортовые самописцы накануне ДАСМИ сообщили вечером найденные, два черных ящика немножко повреждены, но специалисты считают, что они смогут расшифровать эти данные и в ближайшее время уже, я думаю, появится информация о том, что говорили там пилоты в последние минуты своей жизни, что происходило в салоне, ну и так далее. Ну, а нам все-таки тоже важно будет следить и за развитием событий с точки зрения авиаперевозок, поскольку если полный отказ произойдет от использования самолетов Ан-148, то это не может не сказаться на авиаперевозках, на расписании и на доступности авиаперелета, в том числе и из Кировской области. Ну, давай на положительной ноте закончим все-таки, при всем при том, но самолеты и авиатранспорт считаются самым безопасным. Из всех других. Да, прервемся сейчас на новости, тематические программы и рекламу и в начале следующего часа вернемся в студию.